Здравствуйте, я Сергей Бадюк. Как всегда с вами по средам. И сегодня мы проведем нашу программу в компании, ну, очень серьезных людей. И я не шучу. Это сотрудники Федеральной службы охраны. Они охраняют первых лиц нашего государства. А сегодня они поделятся секретами самообороны. И дадут вам пару советов, как не стать жертвой нападения в темном переулке. И сегодня у нас в программе вы увидите. Уважаемые друзья, представляю вам сегодняшнего нашего героя. Я, назовем его просто Алексей, ни званий, ни титулов, я вам говорить не буду. Мы сразу приступим к делу. Алексей, пожалуйста. Вот у нас возникла сложная ситуация. На нас не просто напали, на нас напали с ножом. Ваши рекомендации, что мы первонаперво оцениваем? Ну, во-первых, сложно сразу оценить, потому что как на вас нападают. Это идет атака непосредственно на зол, это идет угроза на зол. Человек угрожает ножом. Человек угрожает ножом. Ну, соответственно, наша рекомендация... Убегать. Я прав? В первую очередь, в первую очередь. Соответственно, если за спиной женщины и детей нет, родни, семьи, родины и так далее, да... Спокойной душой убегай. С душой и совести. Не нашлось ни оружия, ничего, за спиной дети, родина, жена с мамой. Что делаем? Работаем. Работаем каким образом? Значит, все, опять же, зависит от того, что человек делает. То есть он... Вот, вот, вот. Он держит нож, то есть он пока не бьет, он угрожает. Соответственно, мы определяем... Ну, сложно на треморе, да, это определить, на адреналин, на треморе. Ну, что ему вообще от меня надо? Деньги, жизнь. Так. Что вообще? Ну, за жизнью я пришел. За жизнью. И за деньгами, за... Ну, очень много тактических заходов в этом плане, да. То есть, во-первых, это самое главное, самое главное, никаких боевых стоит. То есть это не должно быть, ну, условно говоря, нож достал, да, человек, да, все, это, как факт, будет очень плохо. Потому что человек уже сразу готов наносить удар. То есть, если мы сейчас рассматриваем момент, что человек нож достал, он еще пока не бьет, он еще не мотивирован своей агрессией. То есть, ну, представил, я все, что, деньги надо, все нормально, детей убираю, там, семью, говорю, все, все, я все отдам, ну, что надо, сам заберешь, или бы я отдам, да. То есть, начинается какой-то диалог конструктивный с человеком. То есть, если вы все-таки решили действовать, может быть так, нет, минутку, может быть так, да, человек там, ну, условно, получил то, что ему надо, сказал, ну, я тебя достану. Развернулся и ушел, все. То есть, бежать за ним, хватать палку, бутылку, дубину. Это мы поняли. Все, человек настроен ударить вас. Значит, если, первое, а, я решаю действовать сам. Значит, перед этим, опять же, то есть, диалог продолжается, не должно быть такого. Мы разговариваем с человеком, я ему обещаю все блага, все отдам, потом это заканчивается. И мы переходим. Все, и мы начнем, о, вот уже во взгляде уже читается, что я к чему-то приготовился. Соответственно, как начался диалог, так он и продолжается. Мы разговариваем, я все объясняю, то есть, я могу либо сближаться, либо что-то делать, да, но в какой-то момент происходит атака. Каким образом мы атакуем руку? Значит, давайте так по... Поверьте мне, атака произошла достаточно внезапно, я действительно выронил нож, это не постановка. Еще раз. Ну, еще раз уже, опять же, видите, хитрость полностью коварства. Нет, тут сейчас мы показываем, показываем сам технический выполнение. То есть, это был технический момент нанесения удара в кисть, причем я поступил, ну, достаточно, Сергей, да, корректно. То есть, это идет движение, вот, вот обратите внимание, почему мы не используем металлические ножи на момент отработок полный контакт, потому что сейчас бы прилетело по голове очень больно. То есть, да, ну, идет момент смещения, соответственно, либо наносится удар, перехват руки, отъем. Если я человека загнул, да, ну, дальше идут какие-то действия. Лирика. Да, дальше лирика. Ну, это был один из вариантов, потому что на данный момент получилось так, что я к Сергею стоял вот так. Ну, фронтально, ну, как правило, это так и происходит. Деталь. Да. Фронтально это вот наставить. Да. Я стоял. Сместился чуть-чуть. То есть, мне отсюда было удобно работать. Соответственно, в этой ситуации было бы что-то... То есть, можно входить и внутрь? Обязательно, но при входе внутрь ни в коем случае это не делается, как вот у нас любят сейчас-то делать. Я сейчас покажу. Просто сам среагируй. Да, аккуратно мы как бы это... Что сейчас было бы? О, сейчас бы много чего было бы. У тебя уже рука начала работать. Поэтому это все делается в моменте контакта практически одномоментно. То есть, это идет в горло, лицо, соответственно, изымание ножа. Если при желании контроль ножом, значит, контроль ножом. То есть, опять же, зависит от того, что происходит. Здорово. Да. Это вам явно некий. Уважаемые друзья, я напоминаю, что сейчас секретами ножевого боя и противодействия холодному оружию с нами делятся инструктор Алексей и инструктор Дмитрий. Они тренируют Федеральную службу охраны. Вопрос. Леш, уже так случилось. Ты идешь, ничего не подозреваешь, тебя ударили ножом. Это повод лечь и умереть. То есть, удар нанесен уже, все, тебя атаковали. Внезапно, подло, подошли сбоку, ударили ножом. Фронтально, снизу, с закрытой руки ударили ножом. Не важно. Показывай, а то у меня руки болят после него. Давай, вот у тебя есть партнер. Что мы делаем? Не важно, нож у вас. Первое. Опять же, начинаем от противного. Если в момент удара свет погас, то уже какой спрос, что мы будем делать, ничего мы не будем делать. Все, будем умирать. Как показывает практика, ножевое ранение человек ощущает, как удар. Да. Именно как удар. То, что бьют кулаком, чем-то еще, только потом приходит шок. То есть, бойцов мы приучаем к чему? Получил удар, ты работаешь до конца. Пока есть сознание, пока, как говорится, течет кровь, бьется сердце, ты работаешь. То есть, это шанс остаться живым все-таки? Ну, по крайней мере, есть шанс остаться живым. Это в первой ситуации. Во второй ситуации, если это что-то произошло, опять же, нейтрализовать угрозу ВИПу, соответственно. То есть, пока остальная часть группы успеет подойти, нейтрализовать. Без вопросов. Болтать можем долго, давайте. Все, внезапный удар. Получился, да. Пропущен. Удар на живот пропущен. Есть задача дорабатывать до конца. То есть, мы прихватываем руку, да? То есть, мы не отпускаем, не отдаем уже выдернуть нож. То есть, или выдернуть, то есть, мы руку не отдаем ему. Руку мы не отдаем, и получилось. Сейчас получилось так, что, ну, хотите, медленно покажем. Медленно, да. Очень интересно. Не, медленно, то есть, зрителям интересно медленно. Момент контакта. Удар на живот. То есть, произошел удар. Что обычно, и получается человеком, он сгибается. То есть, здесь получилось что? Я ухожу чуть-чуть назад, рука все равно получается в захвате. Получилось, я нож из рук вытаскиваю. То есть, соответственно, ну, получается вот такой вариант, допустим, да? То есть, мы сейчас опять не о приемах говорим, а о принципе. Дальше это. Либо я делаю контроль человека, то есть, фиксирую до подхода. Либо что-нибудь другое. Либо что-то другое. Да, это уже деталь. То есть, в любом случае, очень много моментов, и ребята об этом знают, мы очень много даем вещей. Я стоял, человек вот мне ударил по руке ножом. То есть, что происходит у нормального человека? Ой. Да? Что будет дальше? Зарежут. Ну, как правило. Как правило. Что делаем мы? Что происходит у ненормального человека? У ненормального. Порез. Так. Вот теперь мы уже работаем. То есть, в каком положении, если я зафиксировал таким образом, таким? То есть, ситуация какая? Человек получает ожидаемое. То есть, здесь психологический аспект. От пореза что происходит? То есть, с момента даже, когда он нож показал уже, он ждет, что ты испугаешься. Конечно. Когда полезу... То есть, я уже испугал, он мне нож показал. То есть, мы подыгрываем всегда. Дядь, дядь, хорош, все, прекрати, ты что? Порез, идет порез. Порез. Ожидаемое. Я хватаюсь за руку. Он увидел полученный эффект. Кровь, что-то еще. Далее идет сближение, допустим, и извлечение оружия. И отбор ножа. Ну, отбор, выбивание. А если, не дай бог, ткнули в спину? Сзади. Неожиданно. Все то же самое. Если свет не выключен, скажем так. Ну, я работал с ножом в спине. И нормально. Поворачиваемся, показываем, как ты работал с ножом в спине. Идем ножом в спину внезапно. То есть, в любом случае, в момент удара, да, разрыв, если он выскочил, я выбиваю. Если он остался, я все равно продолжаю работать. То есть, как правило, проблема будет в том, если он выскочил из раны. Ну, быстрее потеряю кровь. Понятно. Если вране остался, соответственно, еще можно... Ножичек из раны не достаем. Нет, ни в коем случае. Вы знаете, чем больше я занимаюсь ножом, тем больше я понимаю, какое это опасное оружие. Иногда нож в умелых руках гораздо опаснее пистолета. Это снова я. Я снова с ножом. И у меня снова вопрос к Алексею. Леш, взяли, взяли и приставили нож к горлу, к шее, в живот уперлись. И угрожает просто, пытается что-то вот сказать. Что мне делать в этой ситуации? Помогайте, пожалуйста, помогайте. Ну, не хочу я мешать инструкторам. Я так посмотрю. Ну, опять же, соответственно, если так происходит, вас не собираются убивать, банально грабить. Да? Ну, да. Но. Но в той возрасте все закончилось. Так точно. Существует такой момент, что если вы попытаетесь начать... Ну, как-то там, хватай, Дима. Работу. Если вы попытаетесь постоять, подумать, потом что-то... Человек с перепугу дернется. Он, может быть, не хотел вам ничего сделать. Ну, как банально. Пошел на это. Ну, вот почувствовал агрессию, он вас резонул. Автоматически резонул. То есть, в первую очередь, вы, опять же, даете человеку момент испуга. То есть, он получает, что... То, что он хотел. Вот я вроде как бы туда, он пониже там. Ну, человек, он нож, он уже хозяин положения. Соответственно, происходит угроза, да? Человек приставил нож. Мы даем ему все, все, все. Даем то, что он хочет получить. Все, все, все. Все хорошо, все нормально. Я, опять же, начинаю разговаривать с человеком. То есть, все, что ему надо, да? Потому что, если бы он хотел бить, он бы... Он бы уже зарезал, соответственно. Далее вы принимаете решение. То есть, вы начинаете работать. В данной ситуации главное мне убрать нож. Вот, видите, что получилось? Да, да, ну ломается. От себя. Она режется. Таким образом, медленно, 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 медленно. Значит, основная задача. Мы не боремся. Допустим, у человека с более мощной рукой очень сложно свернуть. Вот, у Димы достаточно крепкая кисть, да? Очень сложно это... А он же будет меня и бить. И опять же вернется нож. То есть, задача одна. Начинается диалог. Первое, что я делаю, я... Снял нож шеи. Убираю опасность от шеи. Да. Соответственно, чем больше напряжен, получается вот такое его положение. В данный момент то, что я показал. Рука его, пальцы его. Его же ножом. Да. Ну, поймите, что в рамках правого поля, как бы вы не занимались самообороной, чтобы не было просто маленькое дополнение в этом же момент, допустим, человек наносит мне удар, да? Я остановил, ну, условно, как-то отобрал. Вот сейчас агрессор я. Как только нож оказался у вас в руках. Неважно, был до этого у него в руках. Сейчас агрессор я. Поэтому желательно в любой ситуации моментах... Соблюдать закон. В моментах. Хорошо, вот все. Где до соблюдения закона? Нож в животе. Нет, он там. И его рукой. Как коварно. А еще раз, помедленнее. Опять же, человек получает то, что хочет. Все, все. Я все отдам. Деньги вот здесь в кармане. Так, это момент. То есть вот такая вещь. А если сзади нас берут под угрозой ножа, там есть шанс остаться живым? Есть. Есть шанс. Опять же... Ситуации много разных. Берут всегда по-разному. Здесь зацепили. Опять же, основное убрать опасность. Но сейчас я разговариваю с тобой, Сергей. Да. И ситуация какая? Мне нож приставили. Там человек. То есть мне определить. Я говорю, все, все. Ну, не режь, не режь. Нормально, все отдам, все. Вот здесь идет перехват. То есть он отвлечен моим разговором. Ага. Опять его. То есть тут очень много нюансов. Отобрать, выбить нож – это все хорошо. Ну как, опять же. То есть больше элементов психологии еще тоже без них невозможно. Все моменты основаны на психологии. Все моменты основаны на игре. Человек нож достал. Я не вставил боевые истории. Вот он только не бьет ничего. Я говорю, все, все, все. Хороший, не надо. Не надо, не надо. То есть если человек успокоился, все нормально. То может все и обойдется. Может быть. Уважаемые телезрители, не покидайте нас. Смотрите наш следующий сюжет. А после того, как вы вернетесь, мы расскажем вам еще много интересного. Еще хватит на сегодня. Ай-яй-яй. Так, у меня к тебе еще пару вопросов теоретических. Присаживайся. Скажи, пожалуйста, Алексей, вот сейчас расплодилось огромное количество секций, школ, где преподают ножевой бой. Где говорят, что вас научат владеть ножом и нападать, и защищаться от ножа. Вот твое отношение ко всему этому. Ну, вообще, мое отношение в этом плане, хочется иногда сказать корректно, вырывается иногда междометие, да? Очень сложно научить человека на живом бою. И очень многие люди, кто этим занимается, не понимают, на самом деле, чем занимаются они. То есть либо переходят в грань, в разряд спорта, начинают скакать друг с другом. Ну, спорт есть спорт, но нельзя ни в коем случае позиционировать это как боевую систему. Соответственно, при работе ножом, в большинстве случаев, человек работает, ну, это если боевая система, он работает на уничтожение, да? А нужно ли это молодым пацанам, вот ты мне скажи? На самом деле, ни в коем случае. Потому что если это спецназа, если это сотрудник спецслужб, понятно, что он прошел психологический отбор, понятно, что он устойчив психологически. А если палка развод стреляет, носишь с собой нож, ну, обязательно... Ну, ни в коем случае. Во-первых, этот нож может обернуться против вас. Во-вторых, правильно, Сергей, заметил ты, что человек получает определенную психологическую установку, да? На применение. На применение оружия. Человек, который ни разу этим не пользовался, будь у него нож в кармане, он про него в экстремальной ситуации просто забудет. Либо оружие начинает управлять человеком, есть такой принцип. То есть ты носишь нож в кармане, ситуация может даже не быть... Не стоит выедем в яйце. Да, экстремальной. Нож кричит, достань ударь, достань порежь. То есть, по крайней мере, мы учим людей владеть своим оружием, а не просто, да, чтобы нож управлял человеком. Конечно, соответственно. Ну а как выбрать секцию, вот как определить, что вот инструктор, вот пришел я заниматься, как определить, что инструктор понимает то, что он делает? Потому что, честно скажу, что я многие годы занимался ножевым боем, и хорошего инструктора, который реально может противостоять ножу, я видел, может, раза три-четыре за всю свою жизнь, один из них ты. Для ребят обычная рекомендация идти в школы рукопашного боя, боевого самбо, не знаю, бокса, борьбы, наплавание, там, куда угодно. То есть заниматься спортом? Конечно, заниматься спортом. Но останет время, дойдет человек до этого, он сам найдет своего мастера, да, как в свое время нашел я. А если теоретически только заниматься, то ничего не будет? То есть заниматься спортом? Теоретически, конечно, спортом. Из спорта все выходят. Все хорошие рукопашники, бойцы имеют спортивную базу. Хорошую контактных единоборств. Конечно. Я об этом говорил неоднократно. Занимайтесь спортом. Смотрите рекламу. Леш, традиционная угроза ножом, ножом сверху, то есть сосед пьяный с ножом. У подъезда, что мы делаем в таком случае, если вот нож зажат таким вот так называемым обратным хватом? Так точно. Значит, давайте, так как мы обучаем ребят в группе, начнем с того, чего мы не делаем в этой ситуации. Что мы не делаем? Значит, никаких попыток блокировать. То есть вот это не происходит? Во-первых, это одно... Самое безобидное. Самое безобидное, что при нанесении жесткого блока... Аккуратненько. Нож тяжелый. Очень. И он вот сюда, вон там. То есть это уже были прецеденты. Поэтому в этих ситуациях ни в коем случае нельзя делать никаких жестких блоков. Вся работа, опять же, зависит от того, в данный момент, в каком положении меня застало. То есть, опять же, у нас в системе нет каких-то определенных стоек. То есть принимать там каких-то... Я работаю в том положении, в каком меня застало. Вышел в тапчиках, сам мусором носить. То есть это вот идет работа. Ага, нормально, 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 работаем, работаем. Значит, идет, сбив в сторону, заход, и, соответственно, я человека роняю. Угу. Застало меня жизнь. Медленно, медленно, покажи еще раз. То есть... Идет, сбив в сторону. Удар, захват головы, и роняем, соответственно. Застало меня судьба здесь. Происходит то же самое. Только внутренний вход. Внутрь, и опять я забираю человека. Ну, соответственно, если это лестничные клетки и так далее, момент приземления, это уже его проблема. То есть вот таким вот образом. Да. Ну, это же вот нож, вот здесь руки отнюдь не означает, что это будет вертикальный удар. То есть там же возможные варианты различные. Правильно. Тогда мы... Что мы делаем? В этих ситуациях... Вот если человек нападает все-таки вот достаточно профессионально. В этих ситуациях я буду разрывать дистанцию. И учим мы бойцов ни в коем случае не пытаться. Не знаю я, что... Вот. Все, близ. Ну, это не говорит о том... То есть оценить сначала. Это не говорит о том, что я ничего не буду продолжать. Мы разберем ситуацию, когда вас ударить нужно. Разрыв... А вот теперь я войду. То есть в любом случае. На лот, может, человек бьет, допустим, оттуда. Разрыв дистанции, теперь я войду. То есть ни в коем случае... То есть моментально отшатнулся и сюда. Да. Да. И к нему. То есть ни в коем случае нельзя пытаться, едя одномоментно... Я не знаю, вот Сергей, что у него на уме. Вот он уже мне тут натыкал. Нащелкал, натыкал. То есть сначала разорвали дистанцию, оценили, как он двигается, что он делает и после этого... Но это все происходит очень быстро. Мы дольше говорим. Я понимаю. А объясни мне, пожалуйста, вот в основе системы, которую ты преподаешь, что лежит там? Боевое самбо, кровмага, не знаю, какие-то джиу-джитсу. Значит, в основе и боевое самбо, и вьетнамские стили, и та же дуаньда, и моменты саньда, прикладные моменты. То есть очень много... То есть вы сборная солянка. Сборная солянка, та, которая работает. Да. Ну что ж, здорово. А вы занимайтесь боевым самбо и будьте готовы к самообороне. Сергей, то, что сейчас ребята отрабатывают, то есть я покажу моменты. Моменты, когда человек атакует, допустим, колющими ударами в нижнюю часть живота. То есть самые опасные вот эти прямые... Вообще самые опасные на самом деле, как бы это ни было, то есть закрытые руки в нижнюю часть живота, что в основном как бы у нас используют. То есть опять же, начну с чего? Что не делать в этой ситуации? То есть попытка жесткого блока... Он будет там. Он все равно войдет. Он войдет. Человек с твоей массой, он в меня просто влетит. Ну, просто влетит. Поэтому, а тем более мы не знаем, или даже видим. Клинок может быть в два раза больше. То есть все моменты с блоками... Забыть. Они... Ну, как забыть? У кого-то работает. Но на самом деле, на самом деле, здесь требуется что? Остановка с одномоментным ударом. У нас активная оборона. То есть мы не делаем таких вещей. Да? Что он будет дальше делать, я не знаю. Ну, да повторный удар, в конце концов. Причем, в каком уровне, я не знаю. Поэтому задача какая? В момент его атаки мне его остановить. Значит, сейчас я показываю достаточно корректно. Наносится удар ладонью в область лба, либо наносится удар кулаком опять же в область лба. А кулак не сломаем? Не сломаем. Удар наносится не окаменевшим сжатым кулаком, да? То есть наносится достаточно хлесткое движение, короткое. Значит, задача... Вообще, в ситуациях на практике человек теряет сознание. Значит, но мы никогда не работаем 50-50. 50 на 50. То есть пока человек стоит, неважно, может, он стоя потерял сознание, я продолжаю работать. То есть что происходит? Значит, здесь, опять же, мы работаем от своего желания. Не от приема, а от принципа. Что я собираюсь сделать. То есть у меня задача одна. Ты работай, как бы, да? У меня задача одна. Я остановил. Я нож отобрал у человека. Сценарий тот же, да? Нет, ну я его отобрал. Отобрали нож. Контроль. Дальше. Ситуация другая. Здесь... Сейчас... Не надо меня резать. Не будем. Не передать. Здесь находится второй человек. Отнимать вот таким образом, условно говоря, много времени. Да? Но, обратите внимание, все равно быстро происходит. Ну да. Но я могу не успеть уйти за него. Ты можешь сразу атаковать. Да, неважно. Просто тюк по голове и спокойной ночью. Здесь задача одна. После защиты просто выбил. Я его выбью, да. Я почему сейчас сделаю это мягко, он просто полетит в твою сторону. Просто пошел бы на меня. Ну, либо, если это один на один, то, соответственно, недолго думая, я выбью. Я сейчас сделал специально вниз, потому что полетел бы в другую сторону. Поверьте мне, вот эти щиточки бойцы одевают на руки. Не спасают. Совсем неспроста. И даже они не спасают. У меня сейчас кисть очень достаточно серьезно побаливает. Что еще? Значит, то есть сейчас были ситуации с отъемом, либо с выбиванием этого же ножа. То есть это мы спасаемся от удара. В нижний уровень. Давайте еще раз медленно покажем. Наружу уход и внутрь. Встречный удар. И выбили наружу. То же самое. Удар. И выбили на меня. Уважаемые друзья, помним, что лучший бой тот, который не состоялся. Но если у вас за спиной ваша семья, ваша родина, вступайте в этот бой и побеждайте. А своими секретами с нами делился Алексей и Дмитрий, а также сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федерации. А с вами был Бадюк Сергей, телеканал Россия-2. Берегите себя.